Глава 12. Вера. Вопрос о том, кому мы доверяем. До сих пор в статьях, посвященных понятию веры, мы рассматривали аргументы, на основании которых предлагается поверить в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Библия честно предупреждает, что эта вера может навлечь на людей большие страдания. Следовательно, вера должна быть предельно четко определена с точки зрения ее предмета. Если Иисус есть действительно Сын Божий, Сын Властителя мира, Создатель и Владелец всего сущего, тогда любые лишения и страдания, которым мы подвергаемся ради Него, ничто в сравнении с тем, что мы имеем в Нем. Напротив, если Иисус не есть Сын Божий, с нашей стороны было бы неразумным подвергать себя из-за Него каким-либо лишениям или страданиям. Снова может последовать возражение. Мы исповедуем Христа, а также все другие религии. Но такая широта взглядов опасна своими аналогиями. Вера в Христа согласно Новому Завету означает веру в то, что един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Первое послание Димофея, глава 2 стихи, 5 и 6. Это значит верить, что нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Денья, глава 4 стихи, 11 и 12. Это значит верить, что его жертва за грех исчерпывающа. Никакая другая жертва невозможна и не нужна. Послание к Евреям, глава 10 стихи, 11 и 12. Заявлять о своей вере в Христа как в Спасителя и одновременно еще в какого-то другого Спасителя – это не вера, а не верие. Но истинная христианская вера означает не только веру в определенные факты, она предполагает веру, доверие и полную отдачу самого себя определенной личности нашему Господу Иисусу Христу. К сожалению, есть много людей, верящих в то, что Иисус есть Сын Божий и Спаситель мира, но тем не менее не отдающих полностью самих себя Ему, чтобы обрести личное спасение. Как ни странно, этому искушению особенно подвержены люди религиозные. Некоторые люди не чувствуют потребности отдать себя Христу. Они уверены, что послужной список их искренних попыток соблюдения закона Божия и регулярное приобщение к церковным таинствам сделают свое дело, обеспечив им спасение. Кажется, они забыли о суровом Божьем предупреждении, что все, полагающиеся на закон, находятся под проклятием. Послание Галатам, глава 3 стихи с 10 по 12 Некоторые боятся отдать себя одному лишь Христу ради спасения. Они чувствуют, что Христос в деле нашего спасения выполняет свою часть, но и мы сами должны немало потрудиться во благо собственного спасения. Этот труд кажется им весьма тяжелым, но тем не менее они никогда не испытывают полной уверенности в том, что это в конце концов окажется достаточным для обретения спасения. Им следовало бы снова и снова прислушаться к животворным словам Нового Завета. Мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Послание к римлянам, глава 3 стих 28, глава 4 стих 5 Когда спасатель бросается в воду за утопающим, он не всегда сразу начинает спасать человека, когда оказывается рядом с ним. Дело в том, что очень часто утопающий в панике, отчаянно борясь за свою жизнь, в этом состоянии может вцепиться мертвой хваткой в спасателя и тем самым отрезать путь к спасению обоим. Поэтому спасатель, приблизившись к утопающему, плавает вокруг него до тех пор, пока человек не обессилит и не прекратит борьбу. В этот момент спасатель подплывает к нему и выполняет спасательную операцию. Очень часто Христос действует подобным образом. Он ждет, пока люди не поймут, что они сами ничего не могут сделать для собственного спасения, и тогда он открывается им как спаситель, выполняющий все, что нужно для спасения. У других людей возникает иная проблема. Понимая, что спасение совершается через веру, они пролагают массу сил, чтобы изменить свое мировоззрение. Но вопреки всем своим усилиям, они чувствуют, что их убеждения недостаточно крепки, и по этой причине у них нет уверенности в спасении. Их ошибка состоит в том, что сознательно или бессознательно они рассматривают веру как некую заслугу, которая приведет к спасению только в том случае, если вера будет достаточно крепкой. Но спасение – это подлинный дар. Оно не заслуживается верой. Просто вера – это как протянутая дрожащая рука умирающего нищего, который, чтобы выжить, пытается получить незаработанный и незаслуженный им дар. Послание к Ефесянам, глава 2 стихи 8 и 9. Маленький ребенок беззаботно засыпает на руках матери, верит, что с мамой он в безопасности. Вера ребенка в данном случае не заслуживается материнской заботой, а сам ребенок, в свою очередь, не должен прилагать никаких усилий, чтобы наслаждаться чувством безопасности, даруемое ему материнской любовью. С другой стороны, вера – это не просто самоуверенность. Некоторые люди, например, говорят, я твердо верю, что если приложу все свое старание, Бог в конце концов смилуется надо мной и дарует мне спасение. Но такая вера противоречит Новому Завету, потому что в этом случае уверенность исходит не от Бога и Его обетований, а базируется на собственном мнении говорящего. Такая уверенность уводит в опасное заблуждение. Предположим, что мать покупает лекарство для своего ребенка. На этикетке указано, что данное лекарство предназначено для наружного употребления. При принятии внутрь оно может вызвать отравление. Но мать не утруждает себя прочесть этикетку и дает ребенку выпить столовую ложку зелья. Она уверена, что лекарство поможет малышу. Но так ли это на самом деле? Конечно, нет. Ребенок может умереть. Уверенность таким образом действована только тогда, когда она идет от Бога, от того, что говорит Бог. Здесь можно наблюдать еще одно важное отличие. Вера – это не эмоции. Многие люди, хотя и не все, уверовав впервые во Христа и получив полное прощение грехов и уверенность в спасении, испытывают огромное облегчение и эмоциональный подъем. И это хорошо, но через некоторое время эти чувства ослабевают, что вполне естественно. В этот момент, если вера этих людей опирается на эмоции, а не на Христа, они могут подумать, что утрачивают свой дар спасения или же вообще его никогда не получали. Не следует путать веру с эмоциями. Вера в Бога на самом деле может вызывать у нас чувство печали и боль, когда, например, Бог осуждает нас за дурное поведение и его пагубные последствия, когда чувствуешь, что Бог велит отказаться от нечестных способов зарабатывания денег или когда приходится терпеть оскорбления и преследования за свои убеждения как человека верующего. Следовательно, мы должны избрать своим пастырем Слово Божье, а не собственные эмоции. Предположим, что какая-то женщина живет на шестом этаже многоэтажного дома. В ее квартире вспыхивает пожар. Наконец, в проеме окна появляется пожарный, стоящий на верхней ступеньке длинной лестницы. Он входит в квартиру и говорит женщине, что она должна согласиться, чтобы он вынес ее, спускаясь по пожарной лестнице. Она дает согласие на этом, но взглянув с высоты на землю, от которой ее отделяет большое расстояние, начинает испытывать чувство страха. Однако ее боязнь несравнима с тем катастрофическим положением, в котором она находится. Пожарный берет ее своими крепкими, когтистки руками и осторожно спускает на землю, точно так же доверившись Христу, как нашему Спасителю гарантией нашего спасения становится Его сила и Его верность. Наши чувства при этом не имеют никакого отношения к нашей безопасности. Вера формирует нравственные суждения. Если я доверяюсь Христу, поверив, что Он дарует мне утешение вечной жизни, то как я узнаю, что получил ее? На такой вопрос Новый Завет отвечает так. «Если мы принимаем свидетельство человеческое, свидетельство Божье больше, ибо это есть свидетельство Божье, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Верующий в Сына Божье имеет свидетельство в себе Самом. Не верующий Богу представляет Его живым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Первое послание Иоанна, глава 5, стихи с 9 по 13. Эти Божьи слова из Нового Завета ясно говорят нам, что верующий во Христа может быть абсолютно уверен, что имеет вечную жизнь по следующим двум основаниям. Первое основание, потому что так говорит Бог, а не верить Богу, когда Он обращается к нам, значит представлять Его лживым. Слово Божье сказано просто, понятно и прямо. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божий, имеет жизнь. Первое послание Иоанна, глава 5, стихи 11 и 12. Это заявление должно удовлетворить каждого верующего. Предположим, что встретив Вас впервые, я спросил, как Ваше имя, Вы ответили Людмила. В это время кто-то входит в комнату и спрашивает меня, как имя этой женщины, а я отвечаю, не знаю, она говорит, что ее зовут Людмила, но я не уверен в этом. Как Вы к этому отнесетесь? Наверняка проявите свое возмущение, так как мой отказ поверить Вашим словам демонстрирует мое отношение к Вам, как лгуньи. Я подвергаю сомнению Ваши нравственные качества. Это очень серьезно, но все же далеко не так серьезно в сравнении с отказом верить Слову Божьему. Что ведет к оспариванию нравственных устоев Бога? Вера в Бога, следовательно, включает в себя определенные суждения о его нравственном характере, заслуживает ли он доверия, всегда ли он говорит правду. Все несчастья человека начались с того момента, когда в Эдемском саду сатана коварно ввел его в заблуждение, заставив усомниться в истинности Божьего Слова. Так началось его отчуждение от Бога. Книга Бытье, глава 3, стихи с 1 по 7. Это отчуждение уничтожается, когда человек в покаянии и вере возлагает свое упование на Слово и характер Бога, который не может лгать. Второе основание. Предположим, что вы заболели, врач выписал вам рецепт и сказал, принимайте это лекарство, оно вас вылечит. Прежде всего вы должны решить, верить вам врачу или нет, достаточно ли он квалифицирован, можно ли быть уверенным, что врач предлагает вам эффективное лекарство, а не отраву. Но предположим, что вы все же пришли к мнению, что этот человек вызывает доверие, что он хороший врач. После этого вы примете лекарство, и когда оно подействует и излечит вас, то будете иметь свидетельство в себе самом, что доктор был прав, а лекарство оказалось хорошим. Подобным же образом Бог предлагает нам дар вечной жизни. Если мы верим Ему, то наступает понимание, что действительно получили этот дар. Это ощущение приходит прежде всего не потому, что Бог уверяет нас в этом, но еще и потому, что в нас самих происходят ощутимые перемены. Жизнь верой. Ранее в этой статье говорилось, что в отношении спасения вера противопоставлена делам. Верой означает не делами. Послание к Ефесянам, глава 2, стихи 8-9. Теперь предстоит узнать, что истинная вера рождает благие дела. Разумеется, вера, не воплощающаяся в делах, не является истинной верой. Если сказанное на первый взгляд звучит противоречиво, давайте рассмотрим следующую аналогию. У фермера настолько слабое сердце, что он больше не может работать. Его друг, хирург-кардиолог, предлагает ему бесплатную операцию по пересадке сердца. И сама операция и новое сердце должны быть приняты как безвозмездный дар. Фермер верит хирургу, веряет свою жизнь в его руки. Операция проведена и новое сердце успешно пересажено. В результате фермер чувствует себя наполненным свежими силами, энергичным и радостно принимается за работу. Не для того, чтобы получить новое сердце, а потому что он уже получил его. Так Бог дает каждому верующему во Христа духовный дар нового сердца. Это воистину безвозмездный дар, не заработанный никакими трудами. Но с новым сердцем приходит и новая жизнь, энергия, цели, мотивы и желания, направленные на то, чтобы служить Христу. Книга пророка Иезекииля, глава 11 стихи 19 и 20. В этом, разумеется, и состоит цель спасения, как указывает Павел своим новообращенным. Вслед за стихами, в которых Павел напоминает им, что они должны быть спасены через веру, без дел закона, следуют стихи, в которых говорится, что они созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Послание к Ефесянам, глава 2, стихи с 8 по 10. Кроме того, каждый шаг на нашем жизненном пути станет призывом к постоянным тренировкам вере. А вера, так же как и мускулатура, укрепляется упражнениями. Вера сделает верующего способным жить и трудиться в соответствии с заповедями Христа. Вера даст ему силы следовать примеру великих подвижников веры. Всех времен, совершивших великие деяния или претерпевших великие страдания во имя Бога. Послание к Евреям, глава 11. К тому же Бог будет допускать, чтобы вера была подвергнута испытаниям, подчас суровым и тем самым доказала свою истинность. Таким образом, она очищается, как переплавляемое золото очищается от околины, возрастая при этом в цене. Первое послание Петра, глава 1, стихи 6 и 7. Но верующий получает заверение в том, что Бог не навлечет на него искушение сверх сил. Первое послание Коринфянам, глава 10, стихи 12 и 13. Конечно, Христос своим заступничеством поддержит его веру и восстановит ее, когда она пошатнется, подобно тому, как он укрепил веру Петра в давние времена. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 31 и 32, послание к Евреям, глава 7, стих 25. Вера также даст верующему силы строго придерживаться основополагающего христианского учения, которое в Новом Завете также называется верой. Подвязайся добрым подвигом веры. Первое послание Тимофея, глава 6, стих 12 и стихи с 12 по 16. И вера наверняка в конечном итоге будет щедро вознаграждена. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он их, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Второе послание Тимофею, глава 4, стихи 7 и 8.